У нас подавляющее большинство считает, что это может быть все прогрессирование, но сейчас попытаемся с этим разобраться. Итак, у нас в ходе длительного изучения иммунотерапии можно сформулировать несколько основных свойств иммунотерапии, у которых есть свои причины, свои следствия, и некоторые из которых будут сегодня освещаться в докладе. Итак, первое свойство – это универсальность, то есть то, что мы говорим, мы видим, что везде ключевым фактором действия иммунотерапевтического подхода является сама иммунная система. Это она действующее вещество, действует она одинаковым образом, и мы можем из-за этого генерализовывать наши выводы. Иммунная система – это очень большой механизм, он, в общем-то, инертный, и поэтому на все требуется время, и на развитие ответа, и на торможение иммунного ответа, и она обладает свойствами иммунологической памяти, то есть мы можем насколько-то воздействовать на события в будущем. Необходимо помнить, что иммунная система – это система регуляции, то есть она призвана не для того, чтобы бороться с внешним агрессором, как микробы, ну, как бактерии, вирусы. Это все-таки одна из трех ключевых регуляторных систем, и одинаковое воздействие, их результаты последуются большим количеством различных механизмов, и зависит от исходного состояния системы. Ну и комплексность направленного действия связана с гомеостатической функцией и наличием механизмов, которые позволяют стимулировать или подавлять одно и то же процессы, в нашем случае это опухолевой рост. Мы должны помнить, что иммунотерапия – это всегда таргетное воздействие, потому что всегда есть какая-то мишень, на которую мы воздействуем. И эти мишени, в принципе, очень широко распространены. Отсюда такое вот, как бы, хоть действие таргетное, но оно повсеместное. В нашем случае мы будем сегодня разбираться с следствиями трех основных компонентов для универсальности, инертности и дуализма действия. К чему они приводят? Ну, это сходное действие при разных локализациях злокачественных опухолей и сходные характеристики при разных видах иммунотерапии. То есть мы ожидаем увидеть на одних и тех же видах лечения сходные паттерны ответа. Мы знаем, что нам надо длительное время на развитие эффекта, но если уж он разобьется, то он, в принципе, будет длительно сохраняться, даже после окончания воздействия. Это, безусловно, плюс иммунотерапия. В связи с дуализмом действия у нас есть не два, а три варианта ответа. Это возможность развития противоопухолевого эффекта, но и возможность стимуляции роста опухоли и возможность иммунопосредственных нежелательных явлений. И, собственно говоря, на основании этих трех моментов и были предложены два новых паттерна, с которыми мы не встречались в эпоху до иммунотерапии. Это, собственно говоря, псевдопрогрессирование, под которым понимается временное увеличение роста, увеличение опухолевой массы или появление новых очагов с последующим регрессом без смены лечебной тактики. И это может появляться как при первой оценке эффекта, так и при последующих оценках эффекта. И мы действительно видим, что мы ничего не меняем в нашем поведении. Если пациент лечился, мы продолжаем лечить. Если он завершил лечение, мы ничего не добавляем. И действительно, в некоторых случаях бывают ответы весьма губокие. Гиперпрогрессирование подразумевает под собой резкое ускорение роста опухоли на фоне иммунотерапии. И, в принципе, гиперпрогрессирование подразумевает, что иммунная система стимулирует рост опухоли. Может это быть тоже на разных этапах. Это может быть изначальная ситуация, то есть когда мы сразу видим рост. Это может быть после какого-то периода стабилизации или регресса. Но тогда максимальный ответ будет не прогрессирование у пациента, а, соответственно, стабилизация и регресса опухоли. И здесь общепринятого определения на самом деле нет. Потому что никто не знает, насколько должна увеличиться опухоль, насколько должен увеличиться рост опухоли и как это измерить. Почему выделили псевдопрогрессирование? Потому что при первых исследованиях сначала при эпилемумабе, потом при пембролизумабе показали, что действительно есть группа пациентов, у которых по стандартным критериям рецесса является прогрессирование процесса. Но они почему-то живут очень долго. Эта группа в объеме составляет 10-15%. И их выживаемость, конечно, хуже, чем у пациентов без прогрессирования. Но все-таки она в несколько раз лучше, чем у пациентов с прогрессированием качественным, что называется. Второй аспект, который подвинул на изучение этого вопроса, это ситуация именно с меланомой. Когда это опухоль, при которой не было раньше эффективных методов лечения, пациенты даже после прогрессирования на нивлюмабе, например, продолжали лечиться. И оказалось, что те, кто продолжали, у них выживаемость существенно лучше, чем те пациенты, у которых не продолжалось такое лечение. Ввиду этого были внесены ряд изменений в систему оценки опухолевого эффекта. И так нам надо было как-то управлять ситуацией, когда вроде как очаги растут, но потом они уменьшаются. Что для этого было сделано? Исторически мы знаем, все начинали с системы ВИЧО, которая требовала у нас измерять опухолевые очаги в двух измерениях. Максимальный диаметр и преподикулярный к нему диаметр. Все это дело складывалось. Потом вычислялось изменение общей массы. Потом систему модифицировали и ограничили количество измеримых очагов всего лишь 10 очагами. Дальнейшее развитие системы показало, что мы можем, в принципе, не полагаться на два очага, потому что чем больше измерений, тем больше погрешность. А перейти на одно измерение было сделано, соответственно, последовательно системой RECYST 1.0 и RECYST 1.1. Что характерно для всех этих систем? Для всех этих систем характерно то, что появление нового очага – это однозначно качественный маркер прогрессирования. Различалось только количество очагов и количество измерений. В 2009 году, начиная с первого исследования ВИЧО, была предложена модификация системы ВИЧО, адаптированная для иммунотерапии. Здесь уже все новые очаги, которые были достаточно большими, больше одного сантиметра, просто добавлялись в опухолевую нагрузку. И если раньше прогрессирование, при прогрессировании мы первый раз встречались с маркерами прогрессирования и прекращали лечение, то здесь требовалось обязательно подтверждение. Причем подтверждение не ранее, чем через 4 недели от первой оценки. Конечно, при условии, что у пациента нет каких-то симптомов заболевания, нет норматического ухудшения общего состояния. Впоследствии и система РЕЦИСТ, и система РЕЦИСТ были модифицированы уже в одноразмерные системы, в одной из которых новые очаги не учитывались никак для опухолевой нагрузки. Это система РЕЦИСТ, которая вышла в начале 2018 года. И система РЕЦИСТ, производная уже от ВИЧО, системы, которые были предложены в 2013-2014 году последовательно, где осталась очень похожа на систему РЕЦИСТ оценка очагов, но очаги новые, измеримые, добавлялись к опухолевой нагрузке. Мы тоже провели исследование по оценке частоты этих событий, то есть частоты несовпадения оценок ответа при иммунотерапии по разным системам. Здесь зеленым цветом обозначена ситуация, когда ответы совпадали. Соответственно, при желтом цвете система РЕЦИСТ показывала худший ответ, то есть прогрессирование, например, а по системе РЕЦИ была стабилизация процесса, и красный наоборот. Что получилось? Что как при эпилеумабе у нас получилось где-то 11% расхождения, то есть частота псевдопрогрессирования примерно. Так и при различных видах вакцины, генномодифицированных, геномодифицированных, геномодифицированных леченых мы видим очень похожий паттерн ответа. То есть у нас примерно от 10 до 15% есть расхождение, суммарно порядка 20%, если сравнивать все варианты. Но у этих пациентов, тем не менее, имеет значение выделение такого расхождения, потому что их выживаемость как раз занимает среднее положение между пациентами с клиническим эффектом и пациентами с прогрессированием заболевания. Причем это разница статистически значимая. Почему еще могут быть расхождения? Ну, всегда надо помнить, что когда мы что-то считаем, у нас должна быть некая нулевая точка. И эта нулевая точка может быть не весьма узкой, то есть просто отсутствие измерения. Эта нулевая точка, в случае, если у нас есть вариабельность измерения, она довольно-таки широка. Был проведен большой мета-анализ оценки опухоли на основе рецист. И он как раз объясняет, почему вот у нас такие границы от минус 30 до плюс 20%, когда мы не знаем, что происходит по факту с опухолем. Потому что даже внутри одного исследователя, если один и тот же человек посмотрит на этот же очаг, который он измерял месяц или два назад, он может с вероятностью в пределах 15% дать другой замер. Поэтому, к сожалению, это надо учитывать. И стабилизация – это не ситуация, когда мы, скажем так, не знаем, что делать. Стабилизация – это ситуация, когда мы не можем сказать, это ошибка измерения или это действительно какая-то клиническая значимая изменение. Хотя все мы знаем, что бывает неуклонная и постоянно нарастающая стабилизация, которая таки переходит в границы частичного регресса, но просто это происходит медленно, особенно с иммунотерапией. Вторая особенность, которую мы должны учитывать, это ограничение систем с разным количеством очагов. Посмотрите, здесь все вы знаете, что у пациентов бывает далеко больше 5 или 10 очагов. Соответственно, измеримые очаги мы можем выбирать, собственно говоря, как нам угодно. И было проведено группой РЕЦИС большое исследование. И что получается? Что на одноразмерных системах, что на двухразмерных системах, около 40% пациентов, если мы берем количество очагов 5, имеют различные варианты ответа. А более того, 10% пациентов примерно могут быть оценены тремя разными вариантами, то есть от того и того же пациента. В зависимости от выбранных очагов может быть частичный регресс, стабилизация и прогрессирование процесса. Поэтому эти особенности надо учитывать, и это тоже требует от клинициста более глубокого понимания, неформального подхода к этим системам. Что же касается биологической основы феноменов. Уже сегодня говорилось, что при псевдопрогрессировании наблюдается рост очагов, и он может быть связан с иммунной инфильтрацией. При гиперпрогрессировании это может быть обусловлено ростом опухолевой массы. При прогрессировании просто медленный рост опухолевой массы не такой критичный. Что нам это дает? Нам это дает необходимость выделять разные варианты ответа. Но тут кроется и на самом деле подвох. Какова частота феномена? Если мы берем исследование по гиперпрогрессированию, здесь проведены целый ряд исследований, как вы видите, они чаще всего проходили при меланомии и при немелкоклеточном раке лёгких, где, собственно говоря, основное место применения антипедиодинтерапии, но также проходили при опухоле головы и шеи. С немаленьким количеством концертра мы видим, что частота абсолютно различна. От 4 до 29%. Но посмотрите, насколько различаются определения. Кто-то использовал рост опухолевых очагов больше 50%, кто-то использовал рост более 100%, кто-то использовал увеличение массы опухоли, кто-то использовал изменение кинетики роста опухоли. Поэтому здесь на сегодняшний день нет консенсуса. И, в принципе, мы не можем пардиологическим данным сказать точно, случилось гиперпрогрессирование или не случилось. Ну вот пример интересного сообщения. Чем оно интересно? Авторы описывают гиперпрогрессирование заболевания, но что случилось? Пациент с немококлеечным раком лёгкого наблюдался на третий день терапии неволюмабом бурный рост очагов, который после применения преднизолона и симптоматической терапии полностью регрессировал. То есть в этой ситуации мы бы назвали это псевдопрогрессированием, но публикация была именно про гиперпрогрессирование. Вот пример наши, тоже другой пример гиперпрогрессирования, уже, скажем так, более похожий на то, что мы понимаем, быстрый неуклонный рост очагов, значительное ускорение роста опухоли после относительно стабильного эффекта. То есть у нас может у пациента быть стабилизация процесса, но потом по каким-то причинам начаться бурный рост. И, возможно, эти причины имеют иммуноопосредованные корни. Что нам ещё надо помнить, когда мы говорим о гиперпрогрессировании? Все мы знакомы с кинетикой Гомперца, которая, собственно говоря, показывает стандартную кривую аутокаталитического процесса, которая имеет медленную часть и быструю линейную часть в центре. Мы можем попасть как раз на этот переход, когда мы оцениваем гиперпрогрессирование. То есть биология опухоли не изменилась. Но как нам разделить, действительно ли кривая пошла более резко вверх? Или мы просто видим, что после определённой опухолевой массы клетки начали быстрее расти? Этот вопрос, который на сегодняшний день, к сожалению, остаётся тоже без ответа. Но что касается биологических маркёров, то вот этот случай из нашей практики собственной. Вы знаете, что раньше и довольно-таки давно уже применялись терапию интерлекином-2. И здесь мы зафиксировали как раз случай гиперпрогрессирования между этими снимками всего 3 недели. Посмотрите, как изменилась генетическая структура опухоли. Если раньше максимальный клон опухолевых клеток был 16 наборов хромосом, то появились клетки до 64 наборов. То есть мы знаем, что в норме у нас двойной набор. Это, соответственно, в 32 раза больше. И здесь мы можем утверждать, что это действительно был феномен гиперпрогрессирования. И этот феномен не уникален для отдельных видов иммунотерапии. Он может случаться при любых видах иммунотерапии. Почему оно происходит? Ну, один из ответов на это – это ускорение проферации террегуляторных клеток. И это отвечало за гиперпрогрессирование при интерлекине-2, где это было связано с высокоафинным рецептором CD25. Это же показали авторы, представленные на слайде. Это же происходит при назначении антипедиодин-терапии. И мы видим, что у пациентов с гиперпрогрессированием резко увеличивается количество этих клеток после лечения. Другая важная особенность терапии – это влияние гиперпрогрессирования, ну, то есть влияние самих препаратов, которые мы используем для лечения антипедиодин-терапии на иммунное окружение у полих клеток. Как оказалось, клетки иммунной системы совершенно по-разному реагируют на антипедиодин-терапию. Если для лимфоцитов мы отключаем тормозные сигналы, и они начинают более активно работать, то связывание мононуклеаров с FC-фрагментом рецептора, а у любого моноклонального антитела терапевтического антипедиодин или антипедиэля-1, который используется, есть этот фрагмент, наоборот, дает дополнительный сигнал этой клетке. А мелодийные супрессорные клетки – это иногда основа поддержания роста опухоли. И, к сожалению, у некоторых пациентов, видимо, вот эта активация и дает феномен отчасти гиперпрогрессирования. Это одно из предположений о механизмах развития этого феномена, но, тем не менее, мы можем учитывать это при размышлениях. И, возможно, дополнительные исследования, дополнительные какие-то маркеры, реализующие именно вот этот механизм гиперпрогрессирования, позволят нам отбирать пациентов и исключать без лечения вот как раз ту левую часть пациентов, у которых либо нет никакого ответа, либо резкий рост опухоли на фоне иммунотерапии. В принципе, как раз задача оптимального применения – это разделить пациентов, которые не отвечают, от пациентов, которые ответят очень хорошо. Какие потенциальные факторы ассоциированы с гиперпрогрессированием? Ну, как ни странно, это оказалось в возраст, то есть в более старшем возрасте выше риск гиперпрогрессирования и количество очагов, выше риск прогрессирования при большем количестве очагов. Пытаются выделить генетические факторы в исследованиях, это известный нам ген МДМ2 и МДМ4, амплификация этого гена оказалась более частой у пациентов с гиперпрогрессированием заболевания. Это альтерация в гении GFR, амплификация 11Q13 и, собственно говоря, одним из критериев пытаются использовать количество свободного опухолевого ДНК, то есть в крови у пациентов, у которых высокое содержание этого маркера, большая вероятность гиперпрогрессирования на фоне иммунотерапии. Могут ли быть использованы какие-то еще факторы? Вероятно, могут. Пытались исследовать также скорость роста опухоли до лечения, и в процессе лечения оказалось, что у пациентов с достаточно высокой скоростью роста гиперпрогрессирование тоже может быть более вероятным. Но, тем не менее, каких-то факторов, которые могут быть руководством действия на сегодняшний день, их нет. Ну и перед заключением хотелось бы задать повторно вопрос. Можно еще раз включить голосование? Вопрос тот же самый, варианты ответа те же самые. Я напоминаю, нужно перейти на Mobivote, это на любом сафари, например, и выбрать варианты ответа, и нажать проголосовать. Спасибо. Я думаю, что мы уже, наверное, проголосовали, кто голосовал. Спасибо. Но получается, что все-таки информация про гиперпрогрессирование позвучала, видимо, в докладе интереснее, чем про псевдопрогрессирование. Но, тем не менее, переключите, пожалуйста, на презентацию. Какие практические выводы хотелось бы сделать? Я как-то спрашивал на одной из международных конференций, тоже на докладе, посвященном вопросам гиперпрогрессирования, ну и псевдопрогрессирования. Что делать? У нас есть несколько систем. Да, мы можем использовать две системы обычные и для адаптирования для иммунотерапии. Можем использовать несколько систем для иммунотерапии. Как нам оценивать лечение в данном конкретном случае? Ну вот спикер сказал, что надо взять две системы, а потом еще подумать. Поэтому, когда мы планируем проведение лечения, мы должны помнить при иммунотерапии обязательно про возможность нестандартных вариантов ответа на терапию. У нас на сегодняшний день нет надежных маркеров и нет оптимальных решений, что делать в данном конкретном случае. Это требует обсуждения и использования и результатов оценки по разным системам и оценка изменения общего состояния больного как ключевого фактора для исключения псевдопрогрессирования или гиперпрогрессирования, оценку изменения течения заболевания на фоне лечения, потому что даже замедление роста опухоли иногда бывает благоприятным моментом. Ну и, безусловно, надо учитывать мнение самого пациента на фоне терапии, потому что, когда пациенты видят, что у них идет рост или они читают заключение, что идет рост, иногда психологически очень тяжело продолжить лечение, потому что они же видят, что рост, они так реагируют даже на стабилизацию процесса, когда приходят и говорят, доктор, у меня увеличилось на 10% – это вот катастрофа. А наши рентгенологи еще очень часто, особенно на местах, любят писать отрицательная и положительная динамика без уточнения в дальнейшем. Поэтому здесь надо очень внимательно беседовать с пациентом, его мнение учитывать. Однако хотелось бы подчеркнуть, что продолжение терапии при наличии факта прогрессирования или гиперпрогрессирования, оно возможен только при ожидаемой пользе от больного. То есть и мы, и пациент, должны быть уверены, что продолжая лечение или меняя лечение в этой ситуации, мы рассчитываем получить более хороший эффект, и мы имеем шансы получить этот эффект. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Викторович, как всегда, глубоко и ярко, умно. Пожалуйста, вопросы к Алексею Викторовичу. Я думаю, что вопросы должны быть, потому что тема крайне актуальная. Конечно. Борис Владимирович. Алексей Викторович, спасибо вам большое. Действительно, такой доклад очень интересный, тема сложная, но очень важная. Ну вот, мне кажется, вы в основном говорили о меланоме, да? Мне кажется, что даже в отличие от наших ситуациях, при меланоме очень часто удается сделать биопсию, да? Или я ошибаюсь? Не всегда. При меланоме, конечно, удается сделать биопсию. В общем, у нас с биопсией этой проблем нет. Но как оценивать эту биопсию в дальнейшем? То есть у нас даже морфологических маркеров гиперпрогрессирования или псевдопрогрессирования, их нет. При меланоме бывает достаточно выраженными в фоне инфильтрации изначально. А я понимаю. Но мне кажется, что не только общая морфология, но и маркеры, иммуногистохимия. Все-таки меланомные клетки от лимфоцитов и других компонентов микроокружения, мне кажется, можно отличить или я ошибаюсь? Отличить можно. Просто вопрос в том, что я не встречал именно такой направленности подходов и во всех исследованиях делают биопсию, в момент продусирования пытаются это сделать. Но результаты пока не доложены нигде. И мне не встречалась в литературе пока система, которая бы позволяла на морфологическом каком-то уровне сказать, что это будет псевдопрогрессирование или не псевдопрогрессирование. Возможно, еще и радиологи смогут помочь. Потому что у них тоже есть техники оценки уже не самих клеточных, а уровня жидкости, например, в той же очке. Потому что мы знаем, что если будет воспаление, мы морфологически увидим лечение ВЧГ. Но с чем оно связано? В нашем практике мы один раз видели такую ситуацию, когда пациентка получала вакцину, у нее было вроде как прогрессирование в оксидиарном инфаузле. Но мы именно с помощью перфузионно-взвешенного МРТ увидели, что это просто больше отек, чем какая-то клеточная структура. И пациентка еще долго после этого продолжала то же лечение. То есть тут надо... Именно комплексность подхода и мультидисциплинарные размышления, включая экспериментаторов, как это все посмотреть, они весьма нужны. Потому что маркеров много, возможно, там задействованы какие-то еще другие механизмы. Возможно, мы какие-то клетки должны просто отлавливать в этом очаге, чтобы сказать, что да, здесь биология поменялась, а здесь у нас просто какое-то случайное событие. Но в принципе тканевые маркеры при меланоме – это удобно, но не у всех опция. Потому что бывают люди, у которых прогрессируют глубокие очаги, и оттуда весьма проблематично бывает взять. Ну а как часто гиперпрогрессирование, вот именно при меланоме, при использовании там иплимумабы, или нивовумабы, или еще? В принципе, в нашей практике мы не очень часто видим такое именно гиперпрогрессирование. Но тут, еще раз, тут вступает в действие вот этот вопрос о том, а что такое гиперпрогрессирование. То есть мы редко видим, чтобы опухоль прямо вот между двумя оценками росла на 100-200%. Да, бывает рост, бывает рост на 50-60%, 70%, но для кого-то это гиперпрогрессирование, для кого-то нет. Крайне сложно измерить, что было до этого. То есть редко на второй линии, возможно, это будет иметь значение, то есть скорость прогрессирования изначально сравнивается со скоростью прогрессирования текущей. Такие подходы тоже есть, но опять-таки это единичная группа, которые этим занимаются сейчас. Я думаю, что здесь скорее ответ будет получен не в клинической, что называется, части, а в более глубоком понимании биологии этого процесса. И тогда мы сможем уже что-то сказать и исключить тех пациентов, у которых мы ожидаем гиперпрогрессирование из лечения. А что делали ваши лечащие врачи? Вот вы говорите, больные, вы столкнулись с этой проблемой? Как вот клиницисты и как вы вообще вели себя? Ну, скажем так, пациенты с меланомой, они обычно очень верят в иммунотерапию. Вообще у нас многие пациенты, они считают, что иммунотерапия – это все, а все остальное давайте только не то, давайте продолжим. Многих бывает ситуация, когда сложно убедить, что уже не надо продолжать иммунотерапию, потому что уже она не один раз показала, что там все растет и растет, а пациенты все равно хотят и продолжают, и еще что-то делают. Вот, поэтому в этом плане проблем таких особых не было. Если пациент хорошо себя чувствует, объяснить можно, что да, это может быть псевдопрогрессирование, можно подождать еще какое-то время, сделать контрольную оценку. Если это действительно симптомное прогрессирование, клинически выраженное прогрессирование, конечно, никто не будет думать о том, что надо продолжать. То есть помимо радиологических критериев, необходимо учитывать клиническую ситуацию. Если появились новые симптомы, если явно ухудшение состояния больного, ну, не надо ждать эти этапы, даже месяца, можно сразу что-то менять, причем желательно попытаться поменять радикально. То есть если есть возможность, например, переключиться с иммунотерапией на таргетную терапию, ну, отлично, вот как раз этот случай, когда он может помочь. Для других заболеваний, там, где химиотерапия более эффективна, то же самое, можно переключаться на химиотерапию. Спасибо. Спасибо большое. И еще один вопрос. Вот вы все-таки несколько раз оговаривались. Длительность, длительность, оптимальная длительность. Какая оптимальная длительность иммунотерапии для реализации эффекта? Ну, это вопрос, который на сегодняшний день не имеет, по большому счету, ответа. Считается, что для оценки ответа надо три месяца. То есть до трех месяцев возможны всякие варианты, которые, во время которых оценка не рекомендована просто. Почему именно три месяца, почему не два и не четыре, сказать сложно. По поводу длительности терапии. Мы все знаем, что антипедиатин терапии, например, все исследования, они проводились в течение двух лет. Есть ли смысл продолжать дальше, если у нас и так хорошее исследование? Неизвестно. Есть исследования только при раке легком, что один год неволюмаба хуже, чем два года по общей выживаемости. Но это единственное показание. И, скорее всего, здесь будут индивидуальные какие-то подходы, потому что при меланоме обсуждается и более короткая длительность лечения, если все хорошо. И мы пробовали так делать, потому что никого не секрет, что препараты дорогие. Так что если пациент покупает сам, то вопрос о более короткой длительности лечения решается очень позитивно. Но, тем не менее, у меня был случай, мы остановились с пациенткой после шести месяцев лечения частичного регресса, сейчас прошел год уже после этого прогрессирования, нет. Эффект даже иногда мы видим, что эффект нарастает после окончания лечения, поэтому тут сложно сказать. С моей точки зрения, пока мы не найдем вот этих биомаркеров достижения или недостижения эффекта, нам будет крайне сложно отвечать на этот вопрос, потому что конечная точка общей выживаемости у нас станет известна слишком поздно. Нам нужно что-то, что сказало, что здесь вот лучше уже начать лечение, даже если клинически все хорошо, а здесь, в этой ситуации, можно остановиться раньше, потому что мы уже достигли ситуации. Если это удастся найти такой маркер или такую группу маркеров и руководствоваться ими, это, конечно, будет шаг вперед. Но я думаю, что сейчас в очень многих направлениях работают над этим, и это, в принципе, где-то не за горами. Борис Владимирович, а ваше мнение вот в отношении иммунотерапии лимфом? У вас большой опыт на неволмабе. Все-таки как вы считаете, какова длительность иммунотерапии? Ну, я согласен с их тем, кто не знает. И когда мы столкнулись впервые, то, конечно, нам хотелось отменить. Но потом появились работы у псевдопрогрессирования. Появилась вот эта классификация. И мы, в Шкиреве, не помню, когда первый балль у нас был, мы осмелились заподозрить псевдопрогрессирование и не отменять. Но у некоторых из наших больных можно там было биопсию взять, а у других абсолютно невозможно взять. Многие все-таки считают, что у лимфомов клиника имеет большое значение. Вот казалось бы, такая простая вещь, понимаете? А больной же с лимфом-лифома, он говорит, ага, у меня болезнь вернулась. У меня было то, что вначале, они вот даже вот это вот самочувствие, потнилость там, не утрея же было, они чувствуют активность. Это худеть снова стало и так далее. Я бы ждал, извините, я не специалист по миомии и так далее, я бы где-то 6 месяцев контрольный бы срок. Вот так вот. Но это тоже эмпирически, знаете, можно спросить, чуни, чуни, если они не 7, допустим, или не 5. Но уже появились данные, что 3 месяца маловато для того, чтобы снова пошел. А вот ждать за это время что-то такое прояснится. Я даже иногда думаю, что вот, несмотря на труднодоступность лимфозов, все равно пригласить тракального хирурга, который там может или брюшная полость и так далее, я не знаю, я больше как-то на биопсию вот так вот упаваю. Упаваю. Вот спасибо за доклад, потому что мы так подсчитываем кое-что, тоже кое-что используем, но у нас при лимфомах и так далее, я просто никогда не думал, что при меланомии, это такой вопрос важный, в плане дифференциального диагноза. Ну, может, у меня какие-то данные такие упрощенные, я думаю, взял биопсию, в меланомные клетки видно там и так далее, и так далее, в лимфоциты видно, а это видно. С таким моноклональным антителом покрасил, с другим, и ты видишь, что в основном есть. Но вы правы, это не все так просто, потому что может остаться небольшое количество клеток, которые вышли из-под контроля вот этого иммунной этой атаки. Они быстро иногда выходят, и механизмы даже описаны там, потому что подпись генная, джинсик, она меняется, и у некоторых больных на бонотерапии вырабатываются резистентные к иммунной терапии клетки, понимаете? Вот почему, если говорить о иммунной терапии, мне кажется, ну мы не могли это делать, просто дорого, мы финансово не могли. Это комбинация вот этого моноклонального тела, и чтобы перекрыть вот эти вот возможные итоги. Или же не отменять, а добавить, ну у нас это химиотерапия, да, при меланоме там, не знаю, интерферон может быть там и так далее, потому что механизмы ухода от педивана, ингибитора, интерферона, они по всей вероятности другие. То есть тогда речь идет о комбинации, о комбинировании терапии. Без отмены я имею в виду, но рискованно это, рискованно. Я вот вас хотел бы, знаете, как-нибудь, Алексей Ильич, приехать к нам там осенью, чтобы так подробнее еще раз прочесть. Так вот, у нас же две группы, у нас солидная группа, и сейчас, к сожалению, у нас РОВ, профессор Сергей Вадимович, он не часто присутствует туда, но, к счастью, кажется, возвращается. Вот, поэтому мне вот солидное направление бы хотелось бы как-то и теоретически, и практически усилить. Хорошо. И еще буквально маленький-маленький вопрос, у нас осталось немного времени на дискуссию. А вот все-таки, Борис Владимирович, вот как Вы думаете, в отношении лимфом, если Вы видите длительный эффект, ну, по какой-то причине иммунотерапия чек-пот ингибиторами была прекращена, можем ли мы возвращаться к той же самой терапии иммуно-чек-пот ингибиторами? Я думаю, можем. Почему? У нас много больных. Вот эффект, там, рентуксимаб, чек-пойнт. Вышло из-под карьеры, назначение снова приводит к ремиссии. Другое дело, если при повторном назначении требуется повторное назначение, рецидивы, рецидивы, мы почему-то, у нас может немножко мышление так отличается, потому что давно занимаемся компонентацией. Когда ты увидишь, увидели вот эти кривые, потрясающий эффект, но они рецидивируют. Это не излечение, особенно если речь идет дети, молодые, больные. Извините, извините, конечно, что у пожилых людей тактика немножко отличается, правда? Ты иногда довольствуешься тем, что ты взял контроль, под контроль заболевать. А у детей, ну хорошо, пять лет, я говорю, ребенку, допустим, три года, или подросток, двадцать, ты выиграл пять лет. Но там ты сразу задумываешься о прогнозировании через много лет. Хотя здесь можешь совершить ошибку, потянувшись за радикальным, ты можешь сделать ошибку, перебрать в этом плане. А если говорить о детях, то, конечно, иммунная система под воздействием Checkpoint ингибиторов, она меняется, понимаете? Она меняется. И ты не знаешь, что будет с детьми через 10, 15, 20 лет, как показала вот химиотерапия и лечение лимфомы Ковачкина через 10 лет, количество летальных исходов от других причин, кардиоваскулярные, вторичные опухоли, начинает превышать количество исходов летальных от рецидива. И сейчас мы хорошо относимся к иммунной системе, но что в будущем будет, понимаете? Потому что, если я еще раз говорю, дети, у нас же и дети, и взрослые, все перемешаны, онкологи, гематологи и так далее, и так далее, мы сравниваем, задумываемся и так далее. Вот, если говорить о брентуксимабе, то, конечно, пораньше его надо вводить, может быть, это вот вместо аута, мы сейчас участвуем в клиническом мысли, вместо аута. А вот если говорить о Нилову маде, я бы его вводил пораньше, но пока не для детей. вот опасения столкнуться с таким иммунитетом у ребенка, когда начнутся там аллергии, это там смена климата, и так далее, это же тоже страшно, понимаете? Я бы повременил немножко. И, Алексей, еще чуть-чуть потерпите, буквально капельку, вот совсем, вот ваше с точки зрения, вот вы замечательное слово сказали, дуализм, да, иммунотерапия. Вот с вашей точки зрения, как вы относитесь к возобновлению той же самой иммунотерапии после перерыва, при прогрессировании? Ну, в принципе, на сегодняшний день это и разрешено, и утверждено инструкциям по применению, особенно на эпилемумабе. В принципе, многие проводят такую политику, даже при прогрессировании, возможно, после какого-то перерыва в лечении, или после, грубо говоря, когда иммунотерапия используется на первой, потом на третьей линии терапии. Но, в принципе, такой повторный подход, он имеет право на жизнь. Единственное, что эффективность при повторном введении, она, скорее всего, будет ниже, потому что у нас получилось из нашей группы пациентов, по-моему, 6 или 7 человек повторно получали индукцию, и далеко не у всех, несмотря на то, что в первый раз у них были частичные регрессы, мы получили такой же глубины и такой же мощный ответ. Вы знаете, мы столкнулись с тяжелым псориазом на фоне него, вот просто, да, наверняка у Кирилла есть даже, ужасная картина, просто все тело и так далее. А сейчас мы склонны, поскольку у него есть, возобновились показания, склонны к назначению повторному, если не назначили. Далее, мы с тобой поговорим с четыре случая менингита, четыре случая сироза, да, извините, пожалуйста, извините, четыре случая менингита, асептического, ну, вся вот картина менингита, но ясно, что это от него ума, и так далее, и так далее. Но, к счастью, к счастью, после назначения глюкортикоида все ушло быстро. Так вот, даже при менингите, которого мы очень боялись, сейчас поменьше боимся, мы тоже, если при необходимости, готовы пойти на него ума, на повторное. Субтитры сделал DimaTorzok